До минус пяти, а местами и до минус семи градусов на почве фиксировали в разных районах Мордовии в первых числах мая. В условиях, когда растения уже начали развиваться, это встревожило аграриев республики. В региональном Минцельхозпроде провели мониторинг и пришли к выводу, по сравнению с другими регионами мы отделались легким испугом. Были повреждены посевы на площади 3000 гектаров разных культур. В настоящее время они уже отошли, вегетируют, все в норму, когда тепло, погода пошла плюсовая, значит они нормально развиваются. В результате заморозков пришлось пересеять около 1000 гектаров озимых культур. Большая часть из них сосредоточена в Отяшевском районе. Еще примерно по 100 гектаров приходится на Чамзинский и Инцарский районы. Все эти посевы были застрахованы, ущерб аграриям возместят. В том числе и благодаря такому опыту агрострахование в Мордовии становится все более популярным. Тем более, что государство поддерживает. Зимы, которые были посеяны в осень 23-го года, в пределах почти 50% они застрахованы были. Яровой сейчас идет договора, заключается с страховыми компаниями и уже проплаты начали хозяйство. Поэтому у нас выделено средств побольше, чем в уровне прошлого года. Где-то покрытие за 30% должно быть и целевый индикатор у нас стоит, и деньги, которые выделены именно на страхование. Мы должны выполнить. Тем временем синоптики прогнозируют новую волну холода. Со дня на день заморозки ожидаются в 20 регионах, в том числе и в Мордовии. Впрочем, даже если ниже нуля температура не опустится, по ночам все еще слишком холодно. Температура ниже 10 градусов в ночное время, она, как говорится, губительна. Ну не то, что как губительна, но растения, которые в течение 5 дней побудут при такой температуре, они уже, как говорится, прекращают свой рост. Там уже тоже недобор урожая. Хотя и заморозки могут и не быть, но такие температуры ниже 10 градусов, они неблагоприятны для теплолюбивых культур. Не исключено, что задержка в развитии растений сдвинет агросроки. Однако, как дальше будет проходить сельскохозяйственный сезон, зависит от той же погоды. Понятно, что в общем ситуации вот эти морозы, они повлекут за собой в будущем потери урожая. Ну я думаю, что если погодные условия будут нормальные и развиваться будут растения, то ненамного. Ну по многолетним травам здесь вот тоже в первый год, конечно, получим меньше, чем укрой в прошлый год. Ну развитие тоже пошло. Косить многолетние травы в Мордовии, кстати, уже начали. Уборочная техника появилась на полях Инцарского района. Весенняя посевная кампания завершается. На сегодняшний день у нас яровый сев – это 517 тысяч гектаров. Из них 83% на сегодня посеяны. Яровые ранние уже к завершению. Основным сейчас из поздних осталась кукуруза на зерно и населось. И масляничная культура. Масляничная культура – это в основном соя. Поэтому при нормальной погоде в течение недели мы, в принципе, посевную завершим. Павел Степаненко, Александр Зевзяев. Наши новости.